Лондон встретил сегодня американского президента Неласкова. Десятки тысяч недовольных вышли на улицы. Сотни полицейских контролировали ситуацию, чтобы не дошло до столкновений. Весь день в небе над городом висел огромный воздушный шар. Трамп в детских подгузнях и со смартфоном за пристрастие к твиттеру Неласкова, но зато с юмором. В Лондоне американский лидер был в своем привычном амплуа, давал такие советы и интервью, что еще чуть-чуть и стал бы не рукопожатным для премьер-министра Терезы Мэй. О том, почему Трамп не хочет охотиться на ведьм, в репортаже Тимур Сиразиева. Народ против. Так в Британии не встречали ни одного президента Америки. В строю десятки тысяч протестующих. Несогласны всех мастей, объединяйтесь. Показать свою нелюбовь президенту США. Сюда пришли абсолютно разные люди. Такой вот далеко не королевский прием. Британцы устроили президенту Трампу не за какое-то отдельное высказывание или решение, протестующим не нравится практически все, что делает Дональд Трамп. Против Трампа даже мэр Лондона. Поэтому митингующим без проблем разрешили запустить в небо шестиметровый воздушный шар в виде младенца Трампа. Так англичане хотели продемонстрировать, кем они считают президента США в большой политике. Убирайся домой, Трамп, и забирай Мэй с собой. Нам не нужен здесь ни Трамп, ни Мэй. Сегодня утром Сан опубликовал эксклюзивное интервью президента. Дональд Трамп раскритиковал Терезу Мэй, которая выбрала так называемый мягкий вариант Брекзита. Позиция премьер-министра стала причиной серьезного политического кризиса. В отставку ушли два ключевых министра, в том числе глава МИДа Борис Джонсон. И вместо того, чтобы протянуть Мэй руку помощи, Трамп нанес ей очередной удар. Он заявил, что Джонсон мог бы стать отличным премьер-министром, а Терезе Мэй своим решением практически похоронила соглашение о свободной торговле между США и Британией. Я бы сделал это совсем по-другому. Я говорил Терезе Мэй, как это делать? Но она не согласилась. Она не послушала меня. Интервью произвело эффект разорвавшейся бомбы. Мэй даже советовали не подавать руки Трампу. Но все обошлось. А вот как отреагировал сам Трамп на просьбу прокомментировать статью в САН. Правда, на пресс-конференции уйти от ответа ему все же не удалось. В свойственной ему манере президент заявил, что САН не опубликовала его положительные отзывы о Мэй. И вообще это фейк-ньюс. Фейковыми новостями президент назвал и СНН, телекомпанию, которая на президентских выборах поддерживала его конкурента Хилари Клинтон. На их вопрос он отвечать отказался. Чаще всего журналисты спрашивали Трампа о России и предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Мы будем говорить с президентом Путиным о ряде вещей, об Украине. Мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о других частях Ближнего Востока. Я буду говорить о ядерном нераспространении. Мне кажется, что было бы огромным достижением, если бы мы могли добиться чего-то по ядерному нераспространению. Трамп заявил, что нормальным отношением с Россией мешают внутриполитические разногласия в США. А все попытки обвинить нашу страну во вмешательстве в президентские выборы глава Белого дома назвал охотой на ведьм. Я надеюсь, что у нас будут очень хорошие отношения с президентом Путиным, если мы встретимся. Я, возможно, ошибаюсь. Люди говорят, это не сработает. Но я отличаюсь от других людей. Я думаю, что отношения с Россией сильно пострадали от охоты на ведьм. Я назову это подстроенной охотой на ведьм. Это очень серьезно ударило по нам и нашим отношениям с Россией. Встреча президентов России и США не может не тревожить официальный Лондон. Но свои опасения власти Британии стараются не афишировать. Британия ужасно нервничает по поводу своей роли в Европе и в мире. И поэтому встреча Трампа с Путиным для Британии сейчас будет, по сути, решающей. Если там будет достигнут даже незначительный успех. Для Британии это будет сильный удар по ее престижу, потому что Британия с Терезой Мэй поставила на карту русофобию. Поставила на карту Россия — это наш враг. Поэтому это будет провал политики и правительства, и самой Терезы Мэй. И, вероятно, ускорит ее ход. Антироссийскую карту Тереза Мэй попыталась разыграть и на переговорах с Дональдом Трампом, подняв в разговоре тему отравления скрипалей. Что касается России, то я поблагодарила президента США за его поддержку в реакции на чудовищное использование нервно-паралитического вещества в Солсбери, после которого он выслал 60 российских разведчиков. Я приветствовала встречу с президентом Путиным в Хельсинки. Мы согласились, что важно вести диалог с Россией с позицией силы и единства. Необходимо продолжать отражать все усилия, направленные на подрыв наших демократий. Какие именно усилия собирается отражать Терезе Мэй, непонятно. Ведь все обвинения Лондона — это те же самые фейк-ньюс. Нет никаких доказательств вины России. Это еще раз подчеркнул глава нашего МИДа в интервью известному американскому журналисту Ларри Кингу. Сергей Лавров отметил, что Запад строит политику в отношении России на основе бездоказательных обвинений. Из этого ряда и нападки на нашу страну по поводу мнимого вмешательства в американские выборы. Прокомментировал дипломат и позицию Вашингтона по газопроводу «Северный поток-2». Напомним ранее, Трамп заявил, что Берлин контролируется Москвой благодаря поставкам российского газа. Когда президента Трампа спросили, кем ему приходится Владимир Путин, врагом или другом, он назвал российского президента сильным конкурентом. Но свободный рынок предполагает честную конкуренцию. Министр энергетики США мистер Рик Перри заявил, что «Северный поток-2» должен быть остановлен. А те европейские страны, чьи компании участвуют в проекте, подвергнуты санкциям со стороны США, потому что американский демократический газ конкурирует с авторитарным газом из России. Простите, конечно, но это не экономика. Это идеология чистой воды. В эти минуты Трамп уже на пути в Шотландию. Там у президента Америки собственный гольф-клуб. На родине своей матери Дональд Трамп проведет уикенд. Как заявил посол США в Британии, во время выходных значительную часть времени глава Америки посвятит подготовке чрезвычайно важной встречи. Саммит президентов России и США пройдет в Хельсинки в понедельник. Тимур Саразиев, Максим Семин, Дмитрий Волков, Сергей Шатило, Первый канал, Лондон.